Здравствуйте, меня зовут Алексей Видов, и это программа Квовадис, Камагридеши. Надеюсь, сегодня мы сформулируем правильные вопросы, на которые следует искать ответ. Тема этого эфира – сельский час. У нас нет специалистов уже для развития животноводства. У нас слабо с инженерно-техническим уже персоналом встает. И более того, я думаю, что лет 15 уже не идет подготовка у нас механизаторов даже. Потому что еще 2-3-4 года, и мы упремся в невозможность привлечения кадров. Но нехватка кадров – не единственная проблема хозяйства Василия Миличенко. Дорогие энергоносители, неподъемные цены на технику не докупишься, недоступные кредиты. Но при этом избыток контролирующих организаций шагу не дают ступить без начальственного окрика. И дело ведь не в том, что контролирующие инстанции изо всех сил стараются наладить эффективное производство на селе. Жизнь показывает, что цели у них зачастую обратные. Выходим, копаем чудесные овощи. У нас зерно собирается 20 центров опять без всяких удобрений. Травы растут идеальные. Почему не развивать животноводство? Лишь потому, что нам завезут бразильское мясо. Мы продавали по 6 рублей картофель. Оптом мы предлагали государству, ну пожалуйста, ну купите. Решить можно это только с здания Спасской башни Кремлевской и только оттуда. Ни губернаторы, ни региональные министры, ни органы местного самоуправления в данный момент даже не то, что не решат, а и не будут решать вот эти проблемы. В этой ситуации русскому крестьянину остается надеяться только на свои силы. Выдержать такое противостояние удается не всем фермерам. Мелкие производства разоряются, люди бросают земли. Хозяйства более крупные, такие как у Василия Мельниченко, худо-бедно выживают. В первую очередь благодаря многофункциональности. Кроме картофельных полей в хозяйстве Мельниченко кроличья ферма, цех по пошиву изделий из кроличьего меха, в соседнем Артемовском районе работает завод по производству фильтрующих материалов, продукцию которого продают не только в России, но и за рубежом. Василий Александрович убежден, будущее села за крупными, многопрофильными предприятиями. Надо иметь свои кооперативные заводы переработки, крахмальные заводы, если это касается овощей. Надо иметь свои базы хранения, лоистические центры, фермерам всем объединяться, строить и делать. Надо брать всю торговлю в свои руки. И деньги забирать все сюда, в село, чтобы они шли на поддержку, на зарплату, на средство жилья, на то, чтобы молодые семьи здесь приживались. Тогда будет все прекрасно и нормально. А пока неужели действительно все так плохо, и по сути русская деревня приказала долго жить? Ну, уже сто лет идет тяжелейший процесс, мы должны это отчетливо понимать. И мы, конечно, сегодня можем говорить о том, что все на грани. Еще чуть-чуть, и все будет необратимо. Это действительно так. Это началось не 20 лет назад, и даже не при большевиках, хотя пытаются всю вину свалить на них. Это такой вот процесс, по сути, собирания в большие города. Сейчас даже официально провозглашается идея очень часто, что мегаполисы, 20 примерно мегаполисов, миллионников, или Москва гигантская, Питер, они достаточны, а остальные территории, они вторичны. Это почти официальная доктрина, хочу подчеркнуть. Поэтому, конечно, при такой доктрине, да еще когда труба кормит страну, а дальше все должны работать или около трубы где-то существовать, тогда вообще непонятно, зачем сельское хозяйство. Если это не остановить, и прав совершенно герой вашего репортажа, если это не остановить, то мы навсегда потеряем деревню, а значит потеряем свою землю и свою Россию. Ну вот молодые реформаторы, когда 20 лет назад рушили все, колхозы, совхозы, они огромные надежды возлагали на фермерство, на фермеров. Вот фермеры сегодня оправдали свое предусмотрение? Знаете, я хочу только одно сказать. Вот я в 95-м году впервые познакомился с немецкими фермерами. А в Германии интересная ситуация. Мне объяснил один банкир, когда знакомился с фермерами, он говорит, что только у двух категорий немецкого населения есть возможность покупать мерседесы. Это банкиры и крестьяне. То есть это первый момент. Чувствуете, да? Представьте, в России, например, только крестьяне могли бы и банкиры. И второй момент. Я посмотрел воочию, что это такое, когда три немца содержат 70 коров и так далее. Да, их три. Коров 70. Но на них работает еще 200 человек в сложнейшей организации труда. Понимаете? То есть это вот представьте какое-нибудь здание ООН или большой современный город, сложно организованный. И фермеры – это только небольшая единица, вокруг которого прекрасная инфраструктура. Удобрения им доставляют, семена им доставляют, зеленку им кормить доставляют. А они три человека ходят таким, гоголем-моголем. Они говорят, да, вот здесь чуть-чуть получше, может музыку включить и так далее. Понимаете? Вот в чем проблема. Поэтому у нас дело не фермер или централизованное хозяйство, а нужна индустриализация на самом деле, сельского хозяйства и капитальные вложения. Александр Григорьевич, а вас сколько на вашей ферме? И как вокруг вас создана какая инфраструктура? Ну, я-то здесь выступаю в двух ипостасях. Как глава личного подсобного хозяйства, где я один всем пока заправляю и управляюсь. И как вице-президент Национального союза кролиководов по связям с фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Это ваши кролики сегодня в гостях? Да, да, да. Мои кролики. Вот шкурки привез, какие можно сделать прекрасные, имитируя под любого зверя ценного, какую продукцию можно делать. Давайте вот сейчас мы познакомимся с вашим хозяйством, прокомментируйте нам кадры и расскажите, что мы увидим. Так, это вот ваш дом, да? Да, это дом мой, от родителей остался все. Это награды мои. Награды, дипломы. Так. Это, так как земли маловато в рамках личного подсобного хозяйства, вынуждены уходить в небоскребы, которые, конечно, не очень удобны в обслуживании. Но смотрите, какие мордочки симпатичные. Да, это кролики породы Рекс, порода, которая развивается сейчас в России, а пришла она вообще к нам из Франции. Да, сам кормлю, сам чищу, сам ремонтирую, делаю покрытие. Все клетки пронумерованы, веду селекционно-племенную работу. У меня есть селекционные достижения. Сейчас работаю над выведением внутрипородного типа породы белый великан с условным названием белая чернова, который характеризуется тем, что по энергии роста и мясным показателям не уступает американским специализированным породам, таким как новозеландская белая и калифорнийская. Также работаю над выведением типа кролика породы Рекс, мех которого по шелковистости и тонине меха не будет уступать благородной шиншилле. На эти шкурки, вот они здесь представлены очень широко, уже получил заключение экспертизы, что факт задокументирован. То есть ваше дело, оно успешно развивается? Оно могло бы успешно развиваться, еще более, если бы была земля. Найти инвестора на сельское хозяйство очень и очень тяжело. Владимир Викторович, как вы считаете, может фермерский труд сегодня прокормить нашу страну? Фермерский труд своими силами не сможет прокормить. Необходимо понимать, что сельское хозяйство – это в принципе убыточный сектор экономики, и без поддержки государства вести сельское хозяйство очень сложно. А почему вот он убыточный? В нашей ты такой богатой стране, где, казалось бы, все должно быть. Да, должно быть. Но вот из того, что это убыточное, государство не хочет вкладываться в это. У нас очень сложные погодные условия для ведения фермерства, для выращивания картофеля, зерна. Точно так же и очень сложно скот выращивать. Для этого необходимо… Как все века выращивали. В этих же погодных условиях наши крестьяне, вы меня извините. У нас крестьянское веселение. Ну, всегда была какая-то поддержка фермерства. То есть крестьянство поддерживали тем или иным способом. Например, если посмотреть на Запад, в Европе до 50% идут дотации, в Америке до 30%, в Финляндии и Японии до 70%. У нас, к сожалению, дотации доходят только до 3%. То есть государству необходимо пересмотреть отношения сельскому хозяйству, больше вкладывать инвестиции, дотации. То есть вот как Василий Мельниченко в первом сюжете сказал, это все только со Спасской башни можно решить. Да. Правильно я понимаю? По-другому быть не может. То есть это должно быть какое-то государственное решение. Конечно. В Европе многоуровневая дотационная система. А сейчас я хочу привести один положительный, такой успешный пример фермерства. Американец Джей Роберт Клоус влюбился в русскую девушку и стал русским фермером. Они производят сыры. Давайте посмотрим, как они живут. По всем признакам владения сыродела Джей Роберта Клоуса, то редкое место, каких в окрестностях Москвы, фактически нет. Ферма, где варят собственный сыр, растят органические овощи и фрукты. И куда может приехать любой желающий посмотреть, как делается гауда и едам, подоить козу, поесть органической еды и поучаствовать в повседневной фермерской жизни. Гаверина, козье мясо, барашки, молочные продукты, здесь, скажем, там 35 сортов. Сыроварня – это небольшой домик, на первом этаже которого с трудом умчается кухня. 300-литровый котел для варки сыра, стол с парой сырных прессов, обойти участок можно минут за пять. Экскурсии для журналистов обычно проводит старший сын Захар. Вот эта белая коза, она бодается. Локальной эко-звездой Клоуса, кажется, сделала лавка, которая торгует его сырами. Чеды. Гауда. Идам. Есть на свете люди, истории которых восхищают, и Клоус из их числа. Он родился в Нью-Йорке, воспитывался в Мексике, учился в Англии, жил на крокодилей ферме в Папуа-Новой Гвинеи, мотался по Австралии, переезжал в Италию, чуть-чуть побыл в Испании и Германии. Семь лет прожил во Франции, на барже, рядом с баржей Пьера Ришара, а в начале 90-х случайно попал в Россию. И остался на 17 лет. Как работает эта страна? По культуре, по еду, по истории. Был переводчиком, водителем, бебиситером для детей-танцовщиц. Три года мотался на Ибице, устраивал петушиные бои, черепашь и бега. Летом служил коком на теплоходе Москва-Ростов и Москва-Петербург. А потом он устал от Москвы и от клубов, и купил коз, коров и кусок земли. Клоусу скоро исполнится 52 года. Для своих лет он очень энергичен, даже более чем. Говорит, что 24 часов в сутках ему не хватает. Спит мало, встает в 6 утра. Ведь проблем, которые надо решать, хватает. И бюрократические припоны, и бытовые. А климат в России на любителя. И условия для бизнеса тоже не идеал. Так что старость Клоус надеется встретить в Австралии. Ну вот такая удивительная история. Даже американцев привлекает вот этот какой-то особенный дух русского крестьянства. И теперь возникает вопрос вот с разрушением деревенских исп. Вот этот дух, он останется на нашей земле или нет? Сегодня в нашей студии присутствуют, я считаю, достояния нашей культуры. Выдающиеся, талантливейшие люди. Владимир Крупин, писатель-деревенщик. Вы знаете, я вот гляжу с болью на страдания. Я сельский человек, я сельский мальчишка. Настолько мне все знакомо. Вы знаете, сельское хозяйство Запада, сельское хозяйство России – это совершенно разные вещи. Земля для русских, для россиян, она никогда не была просто территорией, с которой собирают урожай. Она была мать сыра земля. Мать сыра земля. У русского пять матерей. Мать, которая родила, крестная мать. Божья матерей, мать сыра земля. Вот богатыри. Сколько были. Вот изнемогают богатыри. Он преподает матушке земли, получает от нее силы. И она такой остается. Конечно, она зарастает, уничтожается. Но, вы знаете, все-таки ее уже не пичкуют, не кормят этой страшной химией. Все-таки она возрождается. Много. Нужен человек, нужен хозяин. Я из Вятской земли. Был колхоз-коммунар такой, был председателем. Ну, такой болеющий за хозяйство. Болеющий. Он просто доярок на руках носил. Какие же трудности. Попробуй держать группу 12-14 коров. Выдайте. Это же руки какие вот скрюченные. Это помню. Они их прятали себе. Он умер от разрыва сердца на поле. Когда он вышел, и все было заросшее. Вот бурьян, полыни, все. И, конечно, вот это ощущение любви к земле, которую мы не видим нигде, любви к земле. Оно у нас есть, оно сохранилось. И страдание за землю, это страдание, оно, я думаю, даст свои результаты. Таня, мастер телевизионного очерка уже много лет. Вы еще начинали на центральном телевидении делать первые зависовки о деревне. И на ваших глазах все менялось. Вот что вы можете сказать? Каковы эти изменения? Я сначала хочу немножко подхватить. Вот вы сказали, есть у нас любовь к земле. Я вот прочла статистику, специально посмотрела. По данным переписи 1897 года, в России было 77% крестьян. То есть почти 80%. И остальные были там чиновники, ну, дворян всех сразу перебили. Так вот, я думаю, мы кто вообще? Народ-то нельзя уничтожить. Мы же крестьяне. Ну, те, кто из чиновников, они, наверное, в правительстве сидят. Но остальные-то все крестьяне. Тогда возникает вопрос. Уничтожение деревни не приведет ли к уничтожению ментального кода, генетического кода нации? Ну, этого не может быть, потому что народ уничтожить невозможно. Ну, а что такое туда? Миллионы, миллионы. Вот наши дачники, наши дачники. На участке, как тянутся люди к ним. Да, наши дачники возьмите. Да, как они бегут туда. Что у нас происходит? Больше в мире нигде нет. Моя подруга побывала во Франции. Там тоже маленькие приусадебные участки. Только одна дама выращивала там овощи. Эта дама была русская. Все наши дачники – это бывшие крестьяне. Все работают на земле с жадностью, с удовольствием. Даже те, кому казалось бы, вот газоны, цветы, вот не получается. Но у кого-то получается, у богатых сильно. А в принципе, все хотят выращивать. То есть я хочу сказать, что у нас существует этот самый код. И все мы крестьяне. Я, например, пришла к своей деревенской теме очень простым образом. Моя мама и отец – крестьяне. И вот мама мне сказала, боже мой, я мечтаю побывать в своей деревне. Если бы ты знала какой-то рай. Когда я после войны, после, вот они приехали в 30-х годах, приехала в город, где меня встретила всякая грязь да мат. Это был такой ужас. Деревня – рай. Поезжай, Татьяна, поезжай. И надо сказать, что вот после этого я вдруг поняла, что надо снимать о самом главном, о деревне. Ну, просто это самое главное, действительно. А что происходило у нас из деревни, ну, об этом много. Многие писатели писали. Все от нее отворачивались. То временно поворачивается, то опять отворачивается. И культура отвернулась из деревни, и литература, и искусство. Что-то вроде это все темное. Я извините, перебил вас, извините. Что темнота, там косность, да ничего подобного. Дело в том, что у русского крестьянина всегда был идеал благообразия, то есть божьего образа. То есть он был христианин, крестьянин-христианин, человек высочайшего нравственного уровня. А что значит эта церковь в селе? Села без церкви не было. То есть это, понимаете, гармоничное существование в работе, на природе, вместе с циклами природы и церковными службами. Невероятно гармоничное существо, прекрасное. Куда оно могло деться? Оно есть, оно в нас. Оно просто... Надо только уметь к нему, видимо, обратиться и как-то вынуть его наружу. Давайте сейчас посмотрим один из ваших небольших сюжетов, Таня. Странную игру природы обнаружил студент Паша Морозов в окрестности деревни Большие Жеребцы. Необычный родник. Вода показалась мне странной, необычной. Она была шелковистой на ощупь и чуть с зеленоватым оттенком, такая маслянистая, даже солноватая на вкус. Это могло быть, естественно, все, что угодно. Я отвез на кафедру океанологии, мне дали справку. Происхождение взятой пробы Средиземное море возле испанского острова Пальма-де-Майорка. Кроме того, вот такая вот ракушка от улитки. Таких улиток в средней полосе у нас нет. Почему вода оказалась именно испанской, именно Пальма-де-Майорка? Насколько я понимаю, это курорт очень знаменитый. А здесь, конечно, не курорт. Пока молодой естествоиспытатель размышлял о причинах этого явления и о перспективах с ним связанных, мы решили порадовать находкой жителей ближайшей деревни Никифоров. Никифоров, что вам напоминает вот это вот вода? Водку, наверное. Да. Не выпившись, не скажешь. Ну вот я вас должна, в общем, не знаю, угорчить или обрадовать, но дело в том, что это не водка. Это Средиземное море. Я поражу. Потрясенный Сергей причин этого явления понять не мог, так же, как его сосед. Море. Ну, йода немножко смахивает. И свежестью, и солноватая, да. Очень даже. Зато супруга соседа высказала гипотезу, что Средиземное море просочилось через образовавшуюся где-то в земной коре щель и уверенно назвала место, где родничок появился. Мы бы не поехали на юг, здесь бы жили, никуда не выезжали. Все бы к нам приезжали отдыхать. Мечта о Средиземном море становилась все реальнее. Мы увидели, как заполняются искрящиеся на солнце зеленоватой водой деревенские овраги. Почувствовали, что ветер стал теплее, а дождик перестал. Россия – это такая вещь, она непредсказуемая. Даже сладкая вода может появиться. В общем, на Средиземное море все были согласны, но с одним условием, чтобы на берегу росли березы. Кстати, вода действительно с берегов Пальма до Майорки, а остальное мы сыграли. Дело было 1 апреля. Александр Карпенко, Татьяна Гобзева и Валерий Панкратов. Такой шуточный сюжет, понятно, но сколько в нем смысла, какие чистые лица, глаза. И в то же время и грустного смысла, потому что, ну, извините меня, первая ассоциация, что это? Водка. Ну, он, естественно, он. У нас же в искусстве, в культуре, в литературе всегда был главный герой – это кормилец, человек на земле, строитель, солдат, воин. Теперь этот образ изгоняется, насильственно изгоняется. Ну, или одна похабщина, или одна чернуха, или одна развлекуха вообще идет и флещет на нас. Это пропаганда, это зеленый чешуизминный доллар, вот это материальное отношение к жизни. И даже известие делают, чтобы жить не хотелось. Понимаете, вот что это значит? Ну, где вот хотя бы по 2-3-4 репортажа на неделе о людях, которые работают, выращивают деточек, какого прекрасного количества семей, непьющие отцы, много детей. Почему это-то не показывают? А они есть. Нет, обязательно произошло убийство. Если не показывают, значит думают, что и нет. Они есть, иначе нас бы здесь не было. Вот это перемена. Такая земля русская держится. Я сейчас шел пешком до студии, но никто что-то не стреляет, трупы не валяются, люди идут сыты, хорошо одеты, некоторые смеются и так далее. Ну что ж, жизнь совсем другая, нежели нам ее представляют. Владимир Николаевич правильно говорит же. Мы, люди на земле, мы остаемся, мы никуда не ушли. И если нам, нас просто с каждым годом становится все меньше, и на замену нам не очень охотно идут Владимир Викторовича поколения, и мы все должны быть этим озабочены. Как раз у Владимира Викторовича я хотел спросить, вот почему, вот что вы думаете о ваших сверстниках, и как им привить вот эту любовь к земле? Ведь это сейчас для них совершенно не модно, они в другую сторону устремлены. Другая система ценностей. Да, в том-то и дело, что сейчас меняются ценности, и молодое поколение стремительно устремляется в города. Уезжают, не хотят связываться с землей, потому что там тяжело, там приходится людям буквально выживать. У нас ежегодно с лица страны исчезает 6 тысяч деревень, и, естественно, висает угроза. Так они исчезают, потому что невозможно там себя реализовать, все бегут в мегаполисы, в горы. Нет комфортной жизни. Это жирафский труд, на самом деле, фермерский. Людям приходится очень много работать, вставать рано, там надо коров идти доить, до вечера кормить, саженцы собирать и так далее. Здесь необходима поддержка, чтобы фермеры могли объединяться с сельскохозяйственной кооперацией, чтобы не было посредников для сбыта продукции. Тогда и цены будут у нас на прилавках ниже. Ведь вы зайдите в магазин, вы там увидите, до 70-80% это все к нам приходит из-за границы. А ведь к нам приходит не самое лучшее качество. И эти товары, они дешевле, чем то, что производится у нас. Как я уже говорил, это из-за того, что на Западе существует дотационная система, что позволяет выставлять более низкие цены производителям. У нас не то, что ничто не добавляют, а еще и надкусывают. Потому что коррупция страшная в стране. Вот какие бы средства ни выделялись, дойдет минимальная часть. Тут надо искоренять в первую очередь в нашей стране коррупцию. Все понимают, что надо... Да нам враг не нужен, мы сами себя губим. Вот нам не нужен внешний... Я вот, вы знаете, простите, я не могу понять. Вот говорят, скучно в деревне, уныло, мрачно там, туда-сюда. А что интереснее? Работать в городе, чего-то там убирать, чего-то приклеивать там, какие-то там делать сантехнические работы, вот, ну, мотаться по улицам, приклеиваться к телевизору, смотреть на звезд. Это что, вот интереснее, чем существовать в огромном микрокосмосе вообще в деревне? Вы знаете, когда мы ностальгируем вот о цветущей, процветающей деревне, конечно же, мы имеем в виду деревню советского периода, потому что дореволюционной деревни мы не видели, мы только про нее читали. Вот как вы считаете, можем ли мы из опыта советской цивилизации взять в настоящее, вот, в сегодняшний день что-то полезное? Вот было ли что-то в советском опыте ценное, что можно применить сегодня в деревне? Я думаю, что советские колхозы, которые действительно, наверное, были успешными много, они все-таки были просто наследницами старой русской деревни. И, в общем-то, они держались на тех людях, у которых в крови было вот это вот умение работать, крестьянская закваска. Мне кажется, так, потому что люди еще по памяти, может быть, дедов, там, матерей, отцов, они знали, как надо работать в колхозе. И действительно, наверное, были успешные. Но все, кажется, мне это держалось на факторе вот таком человеческом. Я так думаю. Вы знаете, я о чем подумал? Вот в колхозах есть положительное зерно, у нас есть успешные фермеры, личности талантливые, их единицы. Может быть, тогда будущее нашего сельского хозяйства сегодня в каких-то крупных агропромышленных комплексах. Может быть, это вот нужно как-то такую сделать взаимосвязь и фермерства, и коллективного хозяйства. Но с каким-то новым взводом. Конечно, Алексей. Это может быть так? Конечно, это должно быть. Понимаете, вот региональному руководителю любого уровня очень удобно работать с теми финансовыми группами или компаниями, или состоявшимися людьми, которые приходят к нему в регион и говорят, слушай, дай земли, мы сделаем то-то, то-то, то-то. Я считаю, что нужно работать и с крупными финансовыми компаниями, и с людьми, о которых говорит Владимир Николаевич. Любовь к земле, ее материально никак не оценишь. Это сидит во мне. Я вот держусь только из-за этого. Я люблю свое дело. Понимаете? Алексей, просто вот Александр Григорьевич, понимаете, в чем дело? Мы к сельскому хозяйству относимся, как вот действительно там какой-то пьяный мужик топор взял, что-то постучал, лопату туда. Сельское хозяйство всегда было, всегда. А сейчас особенно это хай-тек. То есть в этом смысле вопрос не крупное или маленькое хозяйство. А как оно инфраструктурно обеспечивается? То есть передовые технологии. Как оно обеспечивается? Ведь что такое совхозы? С чего начались совхозы, колхозы? Я опять не обсуждаю там все трагические и прочее. Но МТС, то есть машинно-тракторные станции, это же инфраструктурное обеспечение. Конечно. Я не говорю, что это только потом. И удобрения, и то, и пятое, все же централизованное и прочее. Вы поймите мое удивление, когда эти три знаменитые немецких этих фермера, я смотрю, он встает в перчаточках, по асфальту едет в центре села Толи-города, не поймешь, в села Толи-города стоит склад такой круглый, он подъезжает, он подъезжает в 10.00, ему открывают уже кто-то ворота, назначено было, выводят ему удобрения, зеленку, добавки корму, туда-сюда. Он дальше едет на этот, опять в этих перчатках белых, так сказать, на этом тракторе. То есть прекрасное инфраструктурное обеспечение. Там и одному можно работать, когда у тебя сотни работают. Если бы на Александра Григорьевича условно, мы бы ему помогали там с тем, с пятым, с десятым, говорили, ты только селекцией занимайся, получше. А я шел бы вперед. А он бы пер вперед. Мы бы говорили, слушай, мы тебе кредит, да и вообще тут половину спишем, потому что у тебя результат. Я нашел в сегодняшней нашей встрече единомышленника, который мыслит даже более прогрессивно, чем я. А я хотел сказать, что надо и использовать и крупные агрохолдинги, и людей, которые, ну, стремится, вот человек с молодых ногтей, нравится ему это делать. Да поддержать такого парня, он создаст семью, что они родят деток. Это о чем говорит? Значит, будет школа, школа. А школа – это как храм на селе, как церковь. Все вокруг этого. А третьим будет клуб, в котором приедут молодые, там, из какого-то областного центра, из Москвы выступят. И все, и все, и все, и дело пошло, и закрутилось. Просто это надо все юридически грамотно оформить на самом высоком уровне. Пока еще не поздно. А сейчас давайте послушаем специальное мнение Александра Николаевича Арцебашева, писателя, председателя общественного совета по возрождению деревни при «Союзе писателей России». Александр Николаевич побывал в гостях на нашем канале и дал эксклюзивное интервью программе «Ориентиры». Что происходит с русской деревней? Сильного человека, каким был всегда русский крестьянин, его не нагнуть и его дух не сломать. И такие люди остались. Их много. Они видят неправду, ложь вокруг, предательство. И еще больше углубляются в себя, к своей душе обращаются. И стараются сделать все, чтобы сохранить своих детей, свои семьи. Вы как раз говорите о героях ваших произведений. Но по вашим же произведениям видно, что эти люди как раз исчезают, их становится все меньше. Например, вот Тимониха, да, которая вообще исчезнувшая деревней. Да, это родина Василия Ивановича Белова, где он и похоронит, который заботился о крестьянстве, писал о болях крестьянства. Завещал похоронить себя в опустевшей Тимонихе рядом с церковью, которую он отреставрировал на свои деньги. Этот факт говорит о том, что Тимониха не умрет. Уже сейчас там все скупили дома, молодежь причем. Я был в Вологде вот недавно. Молодежь скупила дома, фермеры приезжают и потихоньку обосновываются. Получается, что не умрет Тимониха, не умрет русская деревня. Конечно. Но немцами мы никогда не будем. У нас все равно никогда этим не будем. Потому что Вася пойдет, когда наплевать там. В общем, такого блестка, конечно, не будет. А может, это и не надо дальше. Потому что есть же ощущение русскости. Вы знаете, здесь великая формула русской. Да ну и пляжи. Вот идет, ползет выгода русскому в руки. Ну вот возьми только так. А, да наплевать, он говорит, мне неинтересно. А если ему интересно, он даром работает. Вот это ощущение другого характера, не похоже. Ваня Николаевич, есть святость в ваших словах. Я ее понимаю. И может быть, вы и правы. Но, к сожалению, не выжить в современных условиях вот с таким подходом. Хочу сейчас вспомнить еще об одном человеке. Уже больше года нет с нами замечательного писателя, писателя-деревенщика, Василия Ивановича Белова. Его герои давно стали символом русского народа, русского характера. Они труженики, они оптимисты и непоседы. Что ни случись в шумливой России, все им привычное дело. Все мужик перетерпит, все переможет, ни под чем не согнется. Он живет в ладу с Богом, людьми и самим собой. Он постигает простой крестьянский круг жизни, вечный, как сама жизнь. Василий Иванович Белов озвучил нам простые истины. Надо жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому делать все это. Белов любил лад. В душе и в жизни народной он ненавидел разлад, войну и голод, развал державы и развал семьи, трагедии народа и человека. Писатель не боялся нового. Он был уверен, что внешний прогресс, мосты и небоскребы, моды и развлечения не касаются жизни самого человека. Он трудится, строит города и дороги, обихаживает землю и питается от ее плодов. Он заводит семью и находит друзей. Он мужает, выживает и побеждает. И, как все, стареет и уходит в мир иной. Наша литература и наша культура была богата образами героев, которые мы хотели бы подражать. И потребность в таких героях у народа огромная. Жажда у народа видеть, как он прекрасен, каким он может быть героическим, этот народ. Белов душой болел за отечество и родную Вологодчину. Кондовый северный крестьянин он уловил весь порядок, всю полноту и завершенность традиционной жизни народа и запечатлел ее. Он дал нам архетип русского человека. Он сам был архетипом русского человека. Вот теперь возникает вопрос, как соединить архетип русского человека и вот этот пульс новой жизни, вот все то прекрасное немецкое качество, о котором вы говорили, все современные достижения. Вот это соединимо как-то для будущего нашего сельского хозяйства? Или это никогда не соединится? Это наисложнейший вопрос, наисложнейший вопрос современности. Вот мы сейчас находимся, я говорю, у меня в самом мурашки потело, вот такую тему, Алексей, вы колыхнули. Вот это главнейшее сейчас, вот это главнейшее. Вот как? Это переломный период, когда смена общественно-политических, социальных, экономических формаций происходит. Мы как бы зависаем, земля из-под ног уходит, то, на чем стояли всегда, держались, и приходит что-то новое. Мы сейчас все в подвешенном состоянии, надо перестроиться. Сейчас кто успешен? Тот, кто успел быстро перестроиться. А мы, вот я все-таки больше тяготею, ну, к поколению, наверное, Юрия Васильевича, Татьяна Владимировна Николаевича. Вот. Мне тяжело, мне тяжело. Я умом-то все понимаю, я с Юрием Васильевичем, наверное, во всем соглашусь. Но, с другой стороны, я стою внутренне, я стою на позициях Владимира Николаевича, того, что он говорит, и вся Россия в массе своей, как страна православная, да и это даже и неважно, и с нами много веков существуют народы, которые такие же испытывают трудности, как и мы. И вот, если нам удастся с наименьшими потерями этот период пройти, очень умно, очень грамотно как-то, очень результативно. И я уповаю только на Господа, потому что, ну, должно какая-то подсказка прийти, какая-то помощь, иначе мы себя потеряем, потеряем свое лицо. И была такая поговорка «погибли яко обры», о которых никто и ничего не помнит уже, кто такие были. И вот эту свою идентичность мы должны сохранить. И в то же время не отстать от современного мира. Вот действительно, давайте сравним, что идет сейчас Третья мировая война. Третья мировая война, это идет война на уничтожение России. И вот вся эта перестройка, вот как страшно война пронеслась. Все разорено, разрушено, эти страшные избы были разрушены. Я уж нагляделся на весь этот ужас. Но вспомним страны, которые возрождались после войны. Они возрождались за счет патриотизма. Япония, Германия. Только за счет патриотизма. Абсолютно другого объяснения нет. И вот у нас есть чувство любви к родине, когда они будут бежать. Вот смотрите, для всех мы были оккупантами. Они приезжают сюда, просятся тротуары подметать. Для Прибалтовых мы были такими оккупантами. Я недавно был в Риге, они все волком кричат, криком кричат. У них молодежь вся уезжает. Пустясь. Вот чего они добились, разрушая страну. Раз она разрушена, значит, нам надо самим возрождаться. Россия и все остальные опять на коленях приползают. Но нам надо стать сильными. Да даже не в этом дело. Не надо. Пусть там. Знаете, Алексей, вот дело в том, что мы для молодых людей, то, что вот говорится об архетипе, о духовности, это все, так сказать, сказочники говорят. Унылые сказки, которые они могут и слушать, но до сердца-то не пробивается. Владимир Викторович, сказки не пробьешь ваше сердце. Ценностные ориентации немножко другие. Ну, хорошо, тоже наше родное телевидение и прочая пропаганда. Ведь существует, да, существует некое представление о том, что жить надо нормально, жить надо богато, жить надо в комфорте. Вы знаете, но не все телевидение такое. И вот наш канал «Радость моя» все-таки пытается что-то делать в этом медийном пространстве. И уже несколько сезонов на нашем канале выходит специальная программа «Пройти сто дорог». И создатели этой передачи сегодня будут гостями нашей студии. Но прежде я хочу поблагодарить Владимира Николаевича Крупина, великого русского писателя, за то, что, Владимир Николаевич, вы нашли время и пришли в нашу студию, хотя ограничили строго нас по времени. Поэтому, конечно же, мы вас отпускаем. Спасибо вам. Спасибо, Владимир Николаевич. Смотрим «Сто дорог» фрагмент. О Юрии Васильевиче Беликове я узнал, когда побывал в поселке Пестяки Ивановской области. Уже несколько лет он живет совершенно один в деревне Мишалкино, неподалеку от Пестяков. Зимой дороги заносят снегом, и Юрий Васильевич оказывается в полной изоляции. Да и летом добраться в Мишалкино непросто. Разные люди рассказывали мне о единственном жителе деревни. История Юрия Васильевича тронула меня до глубины души. Что? О, слава тебе, Господи. О, какой дом-то. Я вижу, и образа висят. Это что, родительские? Одна материна икона вон-то. Ага. А то отцовская. А вот мать. Вот это? Да. Мама ваша, да? Да. Вот наша вся семья. А это тетка, две дететки материна. А отцовских и не осталось фотографий-то? Нет, одна в токаточке была. Была, да? Да. Мы посмотрели фрагмент программы «Пройти сто дорог», и к нам присоединились ее создатели, режиссер проекта Анастасия Якимова и ведущий Юрий Григорьев. Юрий Герасимович, вот вы прошли вместе с Настей сотни дорог. Эти сотни дорог вы прошли по современным деревням. Вы видите, какая там сейчас жизнь. Так вот, жива еще русская деревня? В Ивановской губернии почти нет. Это вот для того, чтобы к Юрию Васильевичу доехать, мы проехали до этого дорога, знаете как, в деревню входит. Если дальше идет, значит, мы едем дальше. Вот мы деревень пять или шесть проехали, они практически уже были пустые. А вот в этой последней, там дороги дальше уже не было, жил Юрий Васильевич. Уже четыре года он один жил. Перед этим была соседка Валя, по-моему, да? Валя, говорит, была, да, вот четыре года назад ты все-таки пошла в там какой-то дом для престарелых. А вы что же не идете? Не-не, я уже здесь, уже. Нога больная, ходить тяжело, журавль сломался, колодец, он так вытаскивает это. А я говорю, ну, может, как-то все-таки помочь вам? Не-не-не, я сам, я сам. Может, скосить траву? Нет, я сам. Удивительные, удивительные люди, которые... Но это вот какое-то сознательное отшельничество или это просто вот деться нет? Нет, это то, о чем говорили уже вот в первой части, что настолько они прижиты к этому месту, где они всю жизнь, да? А их бросили. А их бросили на произвол судьбы, и все. Их бросили просто, и все. Знаете, какое самое большое издевательство? Это новый телефонный аппарат. Кабинка такая, которая вот в этой деревне. Пустая деревня. И стоит желтая такая, яркая. Дело в том, что звонить. А чтобы по ней позвонить, надо купить карточку. Поехать в город. А чтобы купить карточку, нужно поехать куда-то в город. И то есть вот понятно, да, вот эта система телефонизации, о которой мы читались везде. Но галочку тут поставили. Что у нас все охвачено, да, даже в самое далекое, да. Это формально так. Но пользуется... Ну вот вы знаете, о чем очень хочется сказать. Что все-таки есть замечательные примеры. Удивительные. Мы проехали Белгородскую область, кто-то из вас вспоминал ее. Да. Там замечательный, совершенно просто сумасшедший председатель. 92 года. Горин, да, по-моему. Горин. 92 года ему сейчас. А председателем он стал, когда ему было в 56-м году. 55 лет он председатель. Представляете, он уже 55 лет там председателем. А как ему не помешала смена общественного строя? В 93-м году приходили демократы, говорили, что значит так, все, все закрывай, мы заканчиваем, значит у нас все будут фермеры теперь. На что он сказал, вы, наверное, ошиблись, голубчики. Вы, понимаете, это колхоз, коллективное хозяйство. Я председатель правления. Если хотите, я сейчас соберу весь колхоз, и мы обсудим ваше предложение. Ну, тут только камнями не побили, в общем, этих демократов. То есть они, мы первые, с кем мы разговаривали, с председателем профсоюза. Там до сих пор есть. Понимаете? Вы понимаете, просто вот этот сюжет, ну, действительно просто блестящий. Он потрясает. Он показывает, где мы находимся. Это первый пункт. Он убивает и прибивает. Как бы все вроде знаешь, а когда вот увидишь в живье, как, ну, просто спасибо огромное авторам фильма и кусочек вот этот. Но я что хочу сказать? Знаете, я хочу сказать все-таки вот совершенно сейчас есть можно в другую сторону. Вот совсем. Потому что это, это, это вот результат вот всего этого безвремени. Ну, здесь, честное слово, только в магазин идти и дальше уже обсуждать по-другому эти вопросы. Потому что, ну, просто сил не хватает и так далее. Ну, а я что хочу сказать? А вот давайте на это посмотрим с точки зрения, а что надо проектно сделать? Вот давайте, ну, вот представим, что Спасская башня вдруг пробудилась. Ищет, ищет выход вдруг. У человека в Российской Федерации, у гражданина должна быть квартира в городе и дом не в городе. Вот кажется невероятным, сумасшедшей, фантастической, готов показать по рублям, копейкам, квадратным метрам, как это сделать. Это новая расселенческая политика. А дальше человек пожил там, пожил там, полностью либо в деревне живет. Ну, у него есть в городе квартира и так далее. Это уже личное дело человека. Третий момент. Еще фантастичнее кажется, да? Ну, что такое вот Ивановская область? Я так грубо, примерно 300 километров от Москвы, вот это место, примерно. Ну, так, да. Примерно. Да. Нет, нет, вот это там, я думаю, ну, 400. Ну, 400, да. Что это такое? Это, в принципе, не автомобильное, с учетом наших дорог, не автомобильное пространство. Это пространство для малой авиации. На Аляске живет 750 тысяч человек, представьте, и там 9 тысяч маленьких, по сути, частных самолетиков, как автомобилей. А у нас на всю страну 3,5 тысячи, из которых половина не летает. И это опять кажется невероятным, но когда молодежь будет этим заниматься, когда будет доступный самолет, как это кажется невероятным, и человек эти 300 километров просто пролетит за 2 часа, сядет там на полянку, еще, так сказать, спокойно, у него там ранчо, и весь мир ему завидует. Потому что это экология, это еще что-то, это своя земля, свой лес, он там не ютится и так далее. Четвертый момент, последний, не буду там много чего, но последний, как ни странно, размосквичивание. Пока мы не перестанем все свозить в Москву, пока мы не начнем, огромное количество людей в Москве готово переселяться, пустые все стоят области кругом, вся Тверская, Смоленская, Калужская, та же, там чуть подальше, там все убито и так далее. Готовы люди переселяться. Так вы это делаете не с точки зрения выбрасывать их без парашюта. Дайте им элементарно подъемные, дайте им технологии, поставьте Александра Григорьевича, я прошу прощения, тренером по королиководству, с точки зрения ассоциации. То есть научите, пусть не в таком промышленном масштабе, пусть там самообеспечение и так далее. Понимаете, это все совершенно конкретные вещи, они у нас были, они у нас были, они у нас были. Но мы вместо того, чтобы обсуждать, как освоить нашу землю заново, это наша земля, это не чужая земля. Мы сейчас, либо я понимаю, я говорю, я вижу сюжет, ну, уже просто ничего не хочется обсуждать, просто, ну как, хочется, просто помолчать, да, с одной стороны. Ну вот, с другой стороны, здорово, что все вы это рассказали, и кто знает, может быть, это на Спасской башне как раз все и посмотрят, и услышат. Нет, а через пять лет это все начнется, я вам гарантирую. Мы это сделаем с Александром Григорьевичем. А что будет с этим героем? Вот я смотрю на этот уголочек, да, темненький такой, весь нищенский, скарб, иконы в углу. Но при этом, вы не представляете, какой душевности человек. А что с ним будет, вот с ним конкретно? Ему по-хорошему надо дом подарить каменный с коммуникациями. А он не поедет туда. Ему надо, чтобы возродилась деревня. Чтобы возродилась деревня, и чтобы вокруг появились люди, и молодежь. Надо, чтобы молодежь появилась, чтобы им было с кем говорить. Юрий Григорьевич, вот мне интересно, вы же городские жители, Юрий Григорьевич, вы актер потрясающий, в театре играете. Ну вам бы программу в студии где-нибудь, в тепле, вот как у нас здесь, с кроликами, а вы по проселочным дорогам. Зачем вам это все нужно? Вот это вот отвечу сразу, вот у меня долго-долго не получалось, наконец-то завтра с утра, случится опять воплощение моей мечты, я на три дня смогу уехать в свою деревню. У меня есть половина домика, да, и мы снимали в моем там районе. Это и есть новая схема расселения. В Москве квартира или в каком-то другом городе. И пусть полдомика там надо делать. Куда я чаю доехать, чтобы там помыть, проходить в поле. Это новая схема расселения, которую надо культивировать. По степям нашим полицам. А вы будете там заниматься каким-то хозяйством, земледелем? Дом, дом, дом-то. Он же требует мужских рук всегда. Буду обязательно. Но он требует каких-то инфраструктурных вложений? Там есть газ, вода. Ну в данный момент нет, у нас есть замечательные... Что, или это только четыре стены пока какие-то? Нет, нет, почему? Это половина дома, которому уже много лет я взял в нормальный... Я не хотел ни в коем случае там какое-то садоводческое товарищество, еще что-то. Это от родителей вот у жены осталось. Ну и мы там бываем, там что-то выращивают. Она очень любит, как все нормальные русские женщины. Придя на огород, они сразу же начинают копаться. Вот это, наверное, проявляется генетическая тяга нашего народа к земле, которую, ну, ничем не вытряга. Знаете, есть такое выражение. Он не знает... Он верующий, просто не знает об этом. Вот мне очень нравится. Вот так же можно сказать про очень многих. Он крестьянин, просто об этом не знает. Мне подсказывают, что время эфира подходит к концу, и у нас осталось буквально пару минут. Я хочу, чтобы каждый из вас коротко ответил на вопрос, каким видится вам будущее деревни русской, Татьяна Фролловна. Ну, я верующий человек, поэтому я верю, что будет деревня. Может, она по-другому немножко будет называться. Что будут крестьяне, тоже по-другому будут называться. Я просто верю, что она была, есть и будет. Так же, как был, есть и будет народ. Настя. Мне тоже бы хотелось, конечно, верить в то, что деревня выстоит, и русский человек, хоть сейчас это понятие русский человек немножко нивелируется, заменяется российским человеком, что он выстоит, конечно же. Но на самом деле, вот глядя на то, что мы объездили, оптимизма мало на самом-то деле. Практически нет. Очень хочется верить, надеяться, также верующему человеку, что вот эти умные, замечательные слова, которые сегодня прозвучали, что их услышат те, кто решает судьбы. Нужно, чтобы, наконец, правительство, наше руководство, все повернулось лицом к стране в целом. А сельское хозяйство – это основа всего. Отсюда все начинается. Если этого не будет, то мы, значит, на продуктовой игле, в любой момент нас можно от нее отключить, и все. И все. И мы безоружные, для всех безопасные. Никакие ракеты там в этом случае уже не помогут. Нужно повернуться лицом к собственной стране и к тем проблемам, которые есть на земле, в деревне, в селе. Потому что замечательные маленькие там какие-то городочки, там эти пестяки замечательные, сапожок сокращаются, сокращаются, деревни вымирают, школы закрывают. А все сельчане знают, что если школу закрыли, значит, все, через два-три года конец. Все, этой деревни уже не будет. Надо вернуть это. Нельзя. Нельзя. Это наши корни. Александр Григорьевич. Все будет. И деревня будет, и Россия будет, и мы будем. Но я очень надеюсь еще и на то, что кроме Господа Бога нас услышит и наше руководство, и на государственном уровне будет ряд программ конкретных, подкрепленных бюджетным финансированием, которые позволят вернуться к лучшим временам и сделать еще и качественное продвижение вперед. Владимир Викторович. Как я уже повторял, здесь неоднократно необходима поддержка государства для того, чтобы фермерство развивалось, чтобы были возможности у фермеров объединяться в кооперации, продвигать свои товары, чтобы условия жизни в селе были привлекательны, в первую очередь. Чтобы люди не рвались в города для того, чтобы найти лучший кусок. Юрий Васильевич, как вы видите будущее деревни? Я лично работаю на развитие страны, и я уверен, что через 10 лет весь мир нам будет завидовать, поскольку мы необыкновенно все богатые люди с нашими вот этими удивительными местами, нашей природой. И я вижу на самом деле крестьянина через 10 лет. Это человек в летном шлеме, который может спокойно себя чувствовать и очень хорошо, и если хотите комфортно, и в далекой Ивановской деревне, и, скажем, в Москве, и это будет нормой для всей молодежи и для нашего будущего. Хочется в это верить. Спасибо вам большое, что сегодня вы все пришли в эту студию. Я думаю, наш разговор получился неравнодушным, а главное, очень важным и нужным. И еще бы хотелось, чтобы на Спасской башне нас все-таки услышали. До свидания.